Мы должны выйти, насколько это возможно, допустимо, но выйти не сотни, не тысячи человек, а выйти многими тысячами человек. Свободы без жертв не бывает. Станислав Станиславович, вы уникальный для Беларуси человек, который пожил и в той эпохе в советской, и в современной Беларуси. Вы знакомы там и с президентами со многими, побывали во многих странах мира. И наши зрители просят пообщаться, задать ряд вопросов. И самый главный вопрос нашего канала, что нужно изменить, чтобы построить страну для жизни? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вы знаете, на ваш вопрос можно очень просто и коротко ответить. Надо дать возможность беларусам самим решать, как им здесь жить, как обходиться с гостями, как обходиться с теми, кто сюда приехал, не беларусы. И я думаю, что более доброжелательной страны вы в мире не найдете. Это я вам говорю на основании того моего, в общем-то, ощутимого опыта, когда я побывал на многих континентах и во многих странах. Ну, считается, что сербы самые гостеприимные. Вот я был в Сербии, американцы так говорят, нет? Вы знаете, сербы, они гостеприимны для русских. Я тоже был в Сербии, и не один раз. Там есть замечательные позиции, которые можно восторгаться. Например, их экзарх, понимаете, например, их православный собор. Я был в Сербии еще когда она была Югославией, понимаете. И я мог сравнивать тогда Любляну, Словению теперешнюю, и Сербию. Я вам скажу, для меня Любляна – это верх гостеприимства, культуры и человечности, и законности. Хотя я понять там не мог, почему в Любляне к памятнику Наполеона, министр иностранных дел Франции во время моего там пребывания, чтения лекций в 66-м году в Люблянском университете, почему он возлагал цветы, и там всегда лежат свежие цветы. Потому что Наполеон сказал, что эта нация заслуживает, и Лирия он назвал, заслуживает государственности. И они действительно заслуживают государственности, не хвалятся всему миру, какие они хорошие, но это замечательная страна. С сербами немножко сложнее. Я вам приведу, понимаете, я не люблю, когда на каком-то уровне, вот в Сербии я приехал, мне нужно из одного отеля в другой. И у них похожее название. Ну, я таксисту говорю, значит, он понимает меня, значит, отвезут, да, сколько там, ну, 20 евро, ну, далеко. Везет меня таксист, возит по городу, потом приезжаем. Я говорю, слушай, так ты же из этого отеля меня привез, вот он же рядом, что ты меня возил. То есть вот это жульничество, понимаете, нет, это серб, если там нашелся такой человек, понимаете, серб, который, вот в Беларуси вы такого не найдете, белорусов, который будет жульничеством. Но наших таксистов тоже говорят. Ну, если будет приезжий, вот, поэтому, понимаете, для меня вот святое место это Словения. Я понял, но вы говорите, такой простой ответ нужно дать белорусам самим решать, да, но ответ простой, а как это сделать, чтобы белорусы... Это очень просто делается, это не делается в один заход. Есть разработанные принципы демократического управления. Значит, подчиняться закону беспрекословно, разделение властей, сразу это не получается. Ну, нужно, когда народ увидел, что он сделал ошибку, дать ему возможность электоральным образом на следующих выборах выбрать других правительств. Нам дадут это сделать? У нас нет этого, это не дано. У нас выборов нет с 96-го года. И если эти выборы не признаны цивилизованными странами, и председательница, которую, в общем-то, говорят, что это же не выборы, это фальсификация сплошная, но эта председательница остается там с 96-го года, это подлог. Так как нам сделать? Что нам делать? Мы хотим в стране жить для жизни сейчас. Мы молодежь. Вы знаете, в чем дело? Это быстро не получится, потому что, имея рядом такую открытую массу, как Россия, Россия, увы, живет не по законам. Всегда были правила, была какая-то система, понимаете? Были закон с законом, но, допустим, правильно понимают политику партии. Это значит, отступают от закона в том месте, где положено по партийным нормам. Сейчас, собиратель нашелся, значит, земли российские, новая Иван Калита, берет Крым агрессивным образом, понимаете лист. Заметьте, где горячие точки? Это Грузия, это Украина. Это Приднестровье. И Беларусь, может быть, скоро станет? Да, и Беларусь может стать такой, потому что, понимаете, человек не видит большей благодати, чем кажущееся ему величие Родины. А величие Родины вот не в том, чтобы она была побольше, в общем-то, чтобы она могла конкурировать с кем-то. Никто не делает, затаптывает все-таки принципы демократии, которые существуют в сильнейшей державе мира на сегодняшний день в Соединенных Штатах. Они там работают. У нас они не работают. И они, увы, не начинают работать. Это долго надо поработать, чтобы такое было. Такое было, кстати. К этому шли. Когда вы были с Ельцином, наверное, в этот момент после? Начало было очень хорошее. Да и вообще исторически, когда здесь было Великое княжество Литовское, так вы учите, что литвинами это белорусов преимущественно называли. Но это трудное воспоминание. И сейчас так. Россия хочет съесть Беларусь. Это значит, что надо этому умело, деликатно, достойно противостоять. Кто может противостоять? Наверное, все-таки это наши чиновники. Это вторая. Нет. Мы-то с вами как можем противостоять? Чиновники отобраны, угодники, льстецы. В общем-то, неважно, чем ты умеешь заниматься. Понимаете, как по какому принципу отобраны чиновники? В советское время вся политология сводилась к одной фразе. Я начальник, ты дурак. Да, я слышал. И на всех-всех этапах, понимаете, все, приказ начальника безупречен. Сегодня, посмотрите, президент распоряжается, как собирать урожай, как мыть коров. Как дворцы строить. Дворцы строить. Как хоккейную команду. Так невозможно. Это значит не понимать, что вы не должны вмешиваться в те вопросы, которые должны решать профессионалы. А они должны работать по закону. Вот вы должны соблюдать, чтобы они соблюдали закон. Если они соблюдают закон, пороть его публично нельзя. Подобраны такие, которых публично можно обороть. Которых можно послать с одной должности на другой. Можно отосывать на более высокую и более низкую. Это не демократический принцип. Мы понимаем, кто у нас чиновники. А теперь самое главное. Вы знаете, был такой, да и по-моему он жив еще, Гессармант. Замечательный французский журналист и философ. Он сказал, что советская интеллигенция, а это значит и сегодняшняя белорусская интеллигенция, не сознает своей политической роли. Потому что нет участия интеллигенции в решении тех главных вопросов, вопросов о власти. Политическая роль это вопрос о власти. Не сознает своей причастности к власти. И у нас не было лидеров, которые бы вели к этой власти. Понимаете, дело в том, что я не могу на себя пожаловаться. Я стремился к тому, чтобы... Вы же были нашим лидером. Да, демократическая Беларусь. Но этому же противостояла вся старая номенклатура. И она была объединенная. Я был один. Если говорить точно, то у меня вообще никакой власти не было. Кроме либо решения Верховного Совета, либо президиума Верховного Совета. Я лично никакой власти не имел. Только этими структурами, которые я возглавлял. А в этих структурах постепенно отстоялись, отойдя от испуга, августовского путча. Отстоялись все остальные. И они встали на старую. Сегодня работает старая советская система здесь. Я начальник, ты дурак. Я все равно не понял. Я как простой беларус, простой и другие ребята молодые, которые хотят жить в стране для жизни. Что нам надо сейчас делать? А вы знаете, надо объединиться как-то для того, чтобы сказать, вот вы говорите, что страна для жизни. Мы должны выйти совершенно, насколько это возможно, допустим, но выйти не сотни, не тысячи человек. А выйти многими тысячами человек и не один раз. И сказать, что это нам не нравится. Но это же сейчас нарушение закона, выходить куда-то. Вы понимаете, закон, который противоречит Конституции, не должен работать. Но нас-то посадят. Но понимаете, значит, свободы без жертв не бывает. Это законное правило. Вас удерживает страх. Если будет много людей, противостоящих страху, страх уменьшится. И, я сказал бы, гений урегулирования гражданских вопросов. Вот, допустим, там, Ян Павел II, он говорил, не линкайтесь, по-польски говорил, значит, не бойтесь. И когда вывел Лех Воленца на площадь много-много людей в Гданьске, все, заколебалось. И то просоветское правительство. И пошли изменения. То есть белорусам надо выходить на площадь? Они ждут какого-то лидера, какое-то чудо. Понимаете, надо есть, есть достаточно. Но лидер должен сформироваться. Здесь есть беда, в которой виноваты не только белорусы, но и те демократические фонды, которые их поддерживают. У нас в оппозиции есть люди, которые ничего не умеют делать, кроме как оппозиции. Что это за оппозиция? Раз вы этот вопрос зацепили, у нас вообще есть оппозиция? Я считаю, что нет. У нас оппозиции не может быть, потому что оппозиция это оппозиция в парламенте. У нас в парламенте два человека более-менее допущены. Под вопросом. Потому что некоторые действия под вопросом. Два человека допущены, допустим, они не могут сделать оппозицию, не могут ничего сделать. А дальше у нас есть недовольство, диссидентство. Вот это диссидентство должно быть достойным, чтобы противостоять. Как выходили, в общем-то, советские люди, протестуя против введения войск в Словакию, против введения войск в Венгрию? Так его посадят сразу, его начнут на сутки забирать, этого человека. Если даст, будет много, много. Вышел Старкевич из тюрьмы, вокруг него можно было объединиться. Но я вам сказал, что виноваты в значительной мере фонды. Фонды поддерживают какого-нибудь там, ну скажем, условного человека, который выдвигает кандидатом в президенты смехотворную фигуру. Человека, который вообще не руководил никогда даже тремя-четырьмя человеками. Ведь надо иметь, если ты выдвигаешься, надо иметь какой-то опыт работы. Вы меня простите за нескромность. Окружение вынудило быть кандидатом в народные депутаты СССР. Так я же руководил одним наукой в одном институте, наукой в другом институте. Понимаете, у меня были экспедиции по сотне человек в Приморье, на Камчатку. Я знал, как работать с людьми. А здесь человек не имел в своем подчинении людей выдвигать сопротивление. Тут хороший человек, хороших очень много, но квалифицированных, увы, очень мало. Возможно, нам сейчас любой президент, кроме нынешнего, будет лучше, чем нынешний. У нас может быть хуже вариант и мог быть вариант хуже. Потому что вспомните, что предлагали Мясникович и Кебич. Ведь было великое противостояние. С одной стороны баррикады был Богдан Кевич, председатель Национального банка, и я. А с другой стороны Борисевич и Кебич, председатель правительства и первый зам. Одни требовали российскую валюту, вторые мы противостояли со своей. Со своей валютой мы можем выкарабкаться, но мы сейчас в таких долгах. Каждый беларус должен почти 1200 долларов. Тысячу это мало. Там 9500, по-моему, последние были. Это очень большая сумма. У каждого долг. Притом он-то их не использовал, он их не получал. Понимаете? Прожирало это все чиновничество верхнее приближенное. Безхозяйственность растранжирили, можно сказать, эти деньги. Да, потому что как? Если человек начинает нормально работать, то это не нравится. Это создает предпосылки ослабления власти. Так вот, у нас избираются те, кто занимаются одним вопросом, укреплением власти. И выбрасываются из этого круга все те, кто с этой властью может работать по закону. И только по закону. Это, увы, но это сразу не делается. Я еще раз говорю, это должно созреть. Это люди должны. И теперь назначают главного идеолога. По конституции, кстати, запрещена идеология государства. Идеология государственная запрещена, потому что люди начинают думать самостоятельно. И я думаю, что ставка на молодежь всегда, молодое поколение должно изменить. Почему сейчас нету интеллигенции у нас? Я вообще не встречаю. Сейчас образованных людей мало, интеллигенции я вообще не вижу. Только вот те люди, которые в Советском Союзе жили, другое образование получали. Понятие интеллигенции возникло в середине 19 века, в 1854, по-моему, году. Нет интеллигента французского, нет интеллигента британского, нет интеллигента немецкого. Там не скажут, там есть интеллектуал. А в России понятие, теперь так, высокообразованные люди. Знаете, какой главный лозунг в Корее? Почему стремятся родители дать сыну образование? Потому что среди образованных нет бедных. Вы можете это сказать о Беларуси? Наоборот, к сожалению. Так вот, понимаете, потому что, чтобы сохранить достоинство, это очень важный фактор, приходится мириться с бедностью, но не нарушать достоинства. Интеллигент это образованный, не обязательно формально образованный по дипломам, почему? Это образованный, порядочный человек. Так вот, у нас образованных, порядочных, а тем более патриотов Беларуси, если вы хотите в этой стране, эту страну сделать для жизни, их очень мало. Это произошло исторически преднамеренно. Потому что, если первые российские профессуры, настоящие российские интеллигенты приезжали в Беларусь, чтобы делать, читать лекции на белорусском языке, химики, Полежаев, например, это делал, мемориальная доска висит ему на университете, а он читал лекции на белорусском языке, изучал белорусский язык, то сейчас же, что в советское время было? Если человек говорил по-белорусски, это либо член Союза писателей, либо колхозник, которые не образованы. Сейчас эта русификация насильственная продолжается. Люди же не противостоят. Понимаете, они соглашаются, их на конце концов вот это такое грубое, хамское принуждение быть антибелорусами, оно, в общем-то, дает какие-то свои успехи. И если у нас в Гродно было записано в детских садках белорусских, было фактически 100% желающих, то сейчас там вы не найдете почти никого. Да, но вот у нас президент два высших образования имеет. Но почему его нельзя назвать ни образованным, ни интеллигентным? Вы знаете, в чем дело? В Советском Союзе было одно понятие. Встать в очередь за дипломом. Вот он встал в очередь и получил. Потому что историк, который не знает, что Франциск Карина не мог гулять по Санкт-Петербургу, и публично это зафиксировано камерами, понимаете, это не имеет историческое образование. Он имеет коммунистическое, большевистское образование, то есть принцип общественного построения общества, я начальник, ты дурак, другие принципы не работают. Кое-чего можно достигнуть этого, потому что с этим сочетается безоговорочное выполнение плана, а если планы не очень разумные, что тоже возможно, значит и развитие общества тоже может быть не очень разумным. Значит, интеллигенции нету, потому что это все убивается с самого верха и уже много лет, и культура белорусская. Интеллигенции нет, потому что малообразованных людей, сохраняющие достоинства. Малообразованных людей. Понимаете, некоторые из них не виноваты. Например, в Беларусь были приглашены очень известные физики, профессионалы, допустим, Степанов, Елешевич, наш местный Федоров, в очень высоком уровне, сирота, понимаете, вот академики. Они были приглашены. Они были специалистами в технической области. Никто не ставил перед ними вопрос о том, чтобы они здесь воспитывали белорусских специалистов. Они воспитывали советских специалистов, большевистских. То есть, фактически антибелорусов. А очень много людей уезжают. Может быть, уехали самые достойные люди? Или большинство из них? Ну, многие уехали, понимаете. У меня в записной книжке белорусы уже многие живут в других странах. Другие номера телефонов. Я встречался с очень многими белорусами в других странах. Старая достойная интеллигенция и их потомки, они белорусская интеллигенция, а новая – это экономическая интеллигенция. Они просто ищут, где теплее и где лучше. И, конечно, вот за этим столом, допустим, у меня сидел молодой врач, кандидат наук, я его давно знаю. Он говорит, Станислав Станиславович, скажите мне, стоит ехать, работать за рубеж? Я говорю, знаешь, что я тебе ничего не посоветую. Ты решай сам. Ты образованный, ты кандидат наук. Он говорит, вы знаете, я решил, я поеду. Если я здесь буду получать 700 рублей, в лучшем случае, а может быть, там немножко больше, как кандидат наук, то там мне исходную дают 6000 евро. Это правда. Это правда, да? Это правда. Поэтому сейчас у меня, значит, коллега по партии был, он здесь, вот, ну, семья, значит, трое детей и прочее, и прочее, казалось бы, лет преимущественно. Нет, поехал в Польшу. Человек с высшим образованием, экономическим, кстати, он счел, что он сдал на права дальнобойщика, и он зарабатывает гораздо-гораздо больше, потому что с него там не сдирают такие налоги, которые сдирают с дальнобойщиков в Беларуси. Станислав Станиславович, очень много людей скучают по Советскому Союзу, да? Кто-то, я родился тоже в Советском Союзе, какие-то вещи мне, я был молодым еще парнем совсем, мне нравились некоторые вещи, вот. И в связи с этим вопрос, который многие просят вам задать, можно было спасти еще Советский Союз или нет? Есть позиции, о которых мы скучаем, но мы не замечаем, что эти позиции сейчас возвращены к Советской. Например, свободный выезд за рубеж появился, не было в Советском Союзе. Но сейчас же препятствий тоже очень много. Деньги только по-моему. Деньги, да. А раньше, простите, если бы по тому курсу, который у менял банк, можно было бы обменять советские рубли, можно было бы свободно выехать за границу. Значит, есть лицемерие. Дальше говорят, мы ездили по большой стране, везде там. Какая-то возможность, какая-то группа. В санаторий там. Есть в санаторий. А если вы поехали, могли ли вы поехать в отель там трех или четырех, или уже пятизвездочный, в советское время, и отдыхать там в отеле. Сейчас таких возможностей больше, хотя у нас в общем ситуация плохая. Что еще вспоминают хорошие? Колбасу по руб 80, и по 2,30. Колбасу вспоминают, водку. Кто вспоминает тех 40 миллионов, которые положили в войне, притом не всегда рационально, не всегда с точки зрения построения государства, можно, так сказать, оправдать действия Сталина, допустим. Возьмем Кенигсберг на двое суток раньше, то, значит, наша граница продвинется дальше, и американская зона будет меньше. И поэтому Сталин отдает такое указание Жукову. Жуков это осуществляет. Положили 200 тысяч человек. Кому их жалко? А у меня, на Маме-Слепянской улице, все, кто были, они там под Сувалками, под Кенигсбергом, все погибли. Кто об этом думает? Кто победил в этой войне, я вам скажу, одно время были такие шутники, говорили так, лучше бы мы проиграли войну, и пили бы хорошее немецкое пиво, и сидели бы в хороших немецких пивных. Понимаете? Вот такая гнустость возникает. Потому что, когда говорят о том, что вот это было хорошим, забывают о том, что миллионы, миллионы, я повторяю, Держинский, с одной стороны, вроде бы чекист с чистыми руками должен, в общем-то, бороться за правоту рабоче-крестьянского дела, но подписать полтора миллиона смертных приговоров, разве можно себе вообразить, что такое может сделать человек? Вот, понимаете? Не говоря уже о Сталине. Ну, люди, наверное, скучают они, особенно белорусову, они думают, что раньше они жили в сверхдержаве, в Советском Союзе, а сейчас они живут в маленькой Беларуси, в которой диктатура, низкие зарплаты, люди отсюда уезжают, гордиться особо нечем, каких-то технологий прорывных у нас нет, хоть мы там и идем в сторону IT-страны, якобы, да? Вот это, наверное, их расстраивает больше, да? Вы знаете, в какую сторону мы идем, это трудно сказать, потому что есть вот одно действие, которое подчиняет примитивным экономическим правилам, и есть второе, которое учитывает экономическую науку. Понимаете, что надо развивать? Я не знаю сейчас состояние с айтишниками, мне приятно с ними встречаться, это, понимаете, я в 86-м году написал учебник, тогда его можно было назвать айтишним, микропроцессор и АВМ, сейчас я в этом деле ничего не понимаю, внучка понимает лучше. Это куда идет страна, надо разобраться, но то, что мы должны дружить со странами, которые нам могут что-то дать, а у нас что? Дружба со странами, которые могут что-то взять, и один визит туда, поездка, допустим, нашего президента, стоит дороже, чем те 10 тракторов, которые туда продадут. Но вот многие считают, что именно вот когда в Беловежской пуще поставили автографы, вы с коллегами, в тот момент страна и рухнула. Мне есть подозрение, что Советский Союз уже давно развалился. Советский Союз развалился после августовского путча 1991 года окончательно. Вот 19 августа был путч, и там еще его подавил Ельцин разумным методом, и Советский Союз не существовал. Почему? Есть очень простое понятие. Если страна перестает быть управляемой, она перестает быть империей, она перестает быть государством. Но надо было избавиться от крови. Заметьте, вот я сейчас читаю Сергея Плохия книгу, начиная с английского, переведена. Значит, как там описываются все эти манипуляции? Понимаете, ведь этого не хотели крупные деятели зарубежные. на величайший риск пошли для того, чтобы эти, это, это дело осуществить. И мы даже не сознавали себя такими умными, но интуиция нам подсказывала, что надо действовать так. И мы в итоге имеем бескровный распад. Но почему вот произошла вот эта история, что Советский Союз все-таки закончил свое существование? Многие говорят, что это вот спецслужбы американские довели нас? Или мы так на оборонку работали, что у нас экономика просто легла? Ну давайте будем рассуждать. Сейчас многие документы там Белого дома и прочее вскрыты. Белый дом очень боялся распада Советского Союза в итоге, потому что это грозило иметь четыре ядерные державы. Понимаете? Четыре ядерные державы. Притом с каким-то еще неизвестно каким руководством. Особенно если революция. Свита Горбачева распространяла везде мнение, что вот только он великий реформатор и демократизатор, а все остальные на местах в республиках стремятся просто подняться выше и поэтому они борются с ним, а не с Советским Союзом. Вот. Это была в общем-то явная ложь, как и еще многие оппозиции, которые генерировались его свитой. То есть это не американцы сто процентов. Понимаете, это очень сложный вопрос. Некоторые американцы... Стещение обстоятельств может быть и то, и это. Буш-старджи сказал, что мы победили в холодной войне. Чепуха это. Понимаете, в чем дело? В чем эта победа заключается? В холодной войне вообще не может быть победы, потому что она холодная. Это в гибридной даже войне может быть победа, а в холодной войне не может быть победы. Вот. Потому что это борьба идеологии. Понимаете, какая идеология выдержала? Они не дошли до разбоя, чтобы нас воспитывать. Так что холодная война кончилась. Но фактически холодная война кончилась с распадом Советского Союза. До этого она не кончилась. Советский Союз еще вот чтобы поставить точку, все-таки модель вот та, которая была экономическая в Советском Союзе, когда люди в принципе не получали ничего, все шло куда-то на развитие оборонки. Вот эта сама модель она не могла просто сама себя и жить. Не так ли получилось, что просто ресурсы закончились, партию никто не поддерживал, никто не вышел на улицу там, да, и вот это все просто само. Во-первых, вы учтите, что там был политический сыск, очень следили за тем, чтобы не было никакой инакомыслия, 30% времени в высшем учебном заведении занимали общественные науки, и если я сегодня сделаю выжимку, что я постиг в этой науке, так это будет вот в принципе я начальник, ты дурак, значит и коммунистическое учение всесильно, потому что оно верно. Не было этого, что могло бы сдвинуть экономику. Экономика сдвигается, когда есть стимулы, факторы на местах, когда человек знает, лучше работаю, больше заработаю. В Советском Союзе были четкие ставки по должностям, и некоторые очень плохо работали, и очень много зарабатывали. Это даже сейчас у нас улучшено, кроме той элиты, которая вокруг Лукашенко собралась. Она прикормленная элита, она ему служит, если она начинает сомневаться в том, что он прав, ее выгоняют просто. Поэтому там, я бы сказал, отбросы общества, объединенные под чутким великим идейным руководством. И главного идеолога сейчас еще избрали. Поэтому само по себе это исправиться не могло. Нужно менять экономический строй общества. Он зависит от политической системы. Нужно менять политическую систему. Нужно, чтобы умные люди пришли к власти. Это контролирует общество, если есть нормальные выборы. У нас этого нет. Это установится, но с трудом. Не так быстро, как хотелось бы. Вот раз вы уже зацепили тему КГБ, вот есть информация, что раньше все лидеры в Украине, в России, в Беларуси, они все были агентами, не агентами, но были на крючке. И вот в связи с этим многие говорят, что и наш сегодняшний действующий президент, он тоже входил в эту агентурную сеть. Это может быть правда? Нет? Как вы думаете? Я такими сведениями не располагаю, но я могу сказать о себе. Когда мой доклад приняли для чтения научную конференцию неожиданно совершенно в Любляне, в Югославии, значит, и я уже отъезжал, ко мне пришел человек, который сказал, вы знаете, вот, мы бы хотели, чтобы представился, что он из Комитета Государственного Университета, что мы бы хотели, чтобы, ну, в общем, там, кое-кто может за рубежом позволить себе, не то, что надо, мы бы хотели, чтобы вы потом нам, значит, сообщили, я сказал, знаете, что, дорогой мой, я думал, как просто так отказаться, я же вроде бы против советской власти, я говорю так, у меня слишком много секретов, которые я должен сохранять, я работаю по секретной тематике, мне доверили, меня пускают за границу на научную конференцию, я не могу столько секретов удерживать в своей голове и следить за тем, что мне не свойственно, поэтому увольте меня, пожалуйста, от такого предложения, и вы знаете, меня уволили, никто больше ко мне никогда не обращался, контакты были с комитетом государственной безопасности, и я вам хочу сказать, вот даже с человеком, который потом стал шефом, весьма образован, с Егоровым Владимиром Демьяновичем, он был человеком, который отвечал за соблюдение секретности у меня на кафедре, то есть, ему подчинялись все, и его, так сказать, предписание, контроль был, он был тогда майором, он пошел потом высоко, потом мы с ним встретились, и иногда мы вспоминали, что он инструктировал нас, но никаких там вопросов, чтобы кого-то охарактеризовать, или на кого-то написать закладную, не возникло. Вы знаете, сейчас дошло до того, что вот сотрудники комитета курируют уже видеоблогеров, там, они их, ну, собирают информацию, там, ходят где-то какую-то, ведут учет, то есть, это их работа вообще или нет? Нет, государственная безопасность это не это, государственная безопасность это все методы, которые противостояние тому, что, кто пытается разрушить это государство и пытается простоять это, противостоять этому государству. Не перепутали власть и государство они там у себя, нет? Потому что, мне кажется, государство, если мы любим родину свою, какие мы враги? Понимаете, в общем-то, власть, если она избранная народом, тут, путая-не путая, она должна уважаться, она должна быть государством. Но дело в том, что, когда власть, это ради сохранения власти, и когда, когда они занимаются не государственной безопасностью, а политическим сыском. Вот, вот. Так вот, у нас комитет занимается политическим сыском в основном. Ну, он, наверное, в некой мере занимается государственной безопасностью. Вот. Но это не главное. Я слышал, некоторые офицеры уходят, говорят, раньше мы ловили шпионов, а сейчас нам приходится воевать с обычными людьми. Но это, видно, достойные еще люди. не видно есть там. Ну, я думаю, что там есть люди с достоинством, которым может и уйти некуда, которые вынуждены подчиняться внешне хотя бы этим правилам. Как и во всяком деле, в правительстве тоже есть достойные люди, которые понимают, что мы идем совершенно нелепым путем. Но, понимаете, когда у нас есть такой принцип, Академия наук подчинена президенту, ну, поскольку известно, какой у нас президент, она отчитывается перед Советом Министров, перед правительством. И вот я на общем собрании Академии наук, когда выступает человек, значит, академик, и говорит, у нас должен быть вот через пару месяцев визит президента, он нам посоветует, чем мы должны заниматься. Это говорит академик, ну, сельхозакадемик по происхождению, понимаете, говорит такие вещи. Наука должна рекомендовать, чем должно заниматься правительство, чем должна заниматься. А он говорит, что ему посоветуют, какой наукой заниматься. Станислав Станиславович, а вам не кажется, что если у нас нет честных выборов, нет семьяимости власти, то задача, например, того же комитета государственной безопасности, первая, должна быть обеспечить вот это все в стране. Дело в том, что именно комитет государственной безопасности через своих представителей обеспечивает вот эту фальсификацию выборов. Там Ермошина может не вмешиваться, это без нее. Это нужно сформировать избирательную комиссию, чтобы там человек, служба которого зависит от того, как он будет себя вести. Это все дела спецслужб, в частности, комитета государственной безопасности. Он фальсифицирует эти выборы, его представителю подчиняются председатели всех избирательных комиссий. То есть это значит не победить уже? Нет, это значит, что победить, потому что мерзость, она не может уживаться долго с сознанием людей. Люди все-таки обладают достоинством, и оно обязательно проявится. Вопрос еще относительно ядерного оружия. Многие считали, что нам надо было оставить такую игрушку себе, чтобы мы могли где-то там хорошо вести переговоры. То есть кто-то говорит, что правильно сделали, что мы от него отказались. Вот вы не жалеете, что мы тогда такое решение приняли? Отказались? Ну вот представляете, на нашей территории стратегического ядерного оружия столько, что можно уничтожить Европу. На нашей территории тактического оружия столько, что можно вообще бешеным образом вести там наступательное и прочие-прочие действия, тоже грозить кому угодно миру. За этим оружием надо следить. Это дурако. Надо сохранять в форме. Мы не производим его компонентов, его детали. Я в другую сторону, я по-другому. И, значит, это надо еще затраты государственные нести. Это очень тяжелые затраты. Если на это пошла Северная Корея, значит, они смогли мобилизовать усилия таким образом. Я думаю, что в Беларуси это было бы очень трудно мобилизовать. То есть нужны гигантские затраты, и люди должны жить еще хуже, чем живут. Потому что до этого все затраты вложились на Союз, а здесь они лягут на Беларусь. Но есть и другой фактор. Вот наличие этого ядерного оружия и вообще неизвестно, кто им командует. Понимаете? Неизвестно. Потому что мы можем говорить формально, что кто-то там командует, но есть же целая позиция, в общем-то, воинства, которое управляет этим оружием. И вот представляете, что, если начался конфликт, что должна делать Европа с Беларусью? Захватывать, наверное. Она должна ее уничтожить немедленно, потому что на поверхности Беларуси находится оружие, которое способно уничтожить Европу. Вот надо ее накрыть этими ядерными ударами. То есть поставлен, я так это объяснял Верховному Совету, ведь Верховный Совет принял это решение, вывести ядерное оружие из Беларуси. Я так объяснял, что вы хотите, чтобы Беларусь и белорусов уничтожили как нацию, и Беларусь как государство. Нет, они не хотели. И Верховный Совет проголосовал за это решение. Понимаете? Поэтому иметь ядерное оружие, это очень накладно. Это много, можно иметь в том случае, если валовый внутренний продукт на душу населения. Но для переговоров это нам бы помогало с Россией, с Европой, с Америкой или нет? Это надо бандитскую позицию занять, чтобы это помогало. Ну, некоторые же так себя ведут. Потерять всякое человеческое достоинство. В 94-м году как так получилось, что не вы, а вот кандидат Лукашенко победил на выборах? Почему люди не выбрали интеллигентного, образованного? Очень просто. Потому что ожила старая номенклатура и поняла, что ей будет со мной плохо. Она управляла всем. И кроме того, но если говорить о Зеноне Позняке, от тех, кто голосовали за меня, они вряд ли голосовали бы за Зенона, если бы я снял свою кандидатуру. Это были интеллигентные, в том числе и не белорусские люди. Если бы Зенон снял свою кандидатуру, его бы, все его избиратели голосовали бы за меня. Значит, он пошел вот на этот путь. Кроме того, ну, я не знал, что Кевич, в общем-то, он хотел избраться президентом. И были все команды его избраться. Но он столько навыдумывал компромата на меня, что приличный человек это не огласит. Он это дал, так сказать, Лукашенко, и он там огласил. Я вышел всяточником, значит, ну, стержателем, черт его знает кем, это публично, на республику. Я такого, я ожидал все что угодно, но такого не ожидал, чтобы человек мог так лгать. Это кто выплеснул? Кевич? Это Кевич дал такой материал, сформировал такой материал Лукашенко, он бы сам не объявил, потому что это позор был бы. А тот, пожалуйста, еще. То есть, получается, пока там между собой все воевали, то кандидат Лукашенко, который якобы от народа, а у нас тогда много было сельского населения, неграмотного, они все тоже голосовали. Его было не так много. Немного? Нет, сейчас его вообще почти нет. 39 процентов в лучшем случае. Большинство было горожан. Но он же честно победил в 94-м празднике. Вот да, в 94-м празднике. Но его там много поддержало людей. А как? Ну, потому что еще раз говорю, пропаганда была на фальшивых положениях, что я такой мерзавец, которым нет равных, я даже подумать об этом не мог, что такое может быть. Ну, это было. Но сейчас тоже, если какой-то кандидат появится, более-менее интересно, его зальют грязью, правильно? 100 процентов. Тем более, эта власть даже не будет раздумывать. Если вот противостоящее, если сопротивление Беларуси, если те, кто находится в оппозиции к власти, могли бы объединиться, этому можно легко противостоять. Но у нас, я повторюсь уже наконец в ясном виде, у нас каждый стремится что-то делать такое, чтобы получить вознаграждение от какого-то фонда. Вот я вам могу сказать, я имел один грант в своей жизни на написание книжки. в 2002 году я получил от фонда Макартуров определенную сумму и я сдал книжку. Но многие ведь, они как бы оппозиционеры, они как бы противостоящие власти, но их очень-очень много. И они не объединяются, потому что, если он с кем-то объединится, он теряет, в общем-то, вот эту мелкую подачку от какого-то фонда. И поэтому у нас приспособились некоторые люди, которые никогда толком нигде не работали, в общем-то, а были профессиональными оппозиционерами, они губят вот это дело. Если бы хватило мужества сказать, ребята, мы объединяемся и давайте там найдем, несколько вариантов такого предложения было, никто не идет на объединение, ни правые, ни левые. Левые работают с левым зарубежьем, правые работают с правым зарубежьем, с народной партией там работают либералы, вот, и все как-то существуют. В 96-м году была такая сложная ситуация для Беларуси, которая в этот момент Беларусь могла в другую сторону немножко свернуть, но это не получилось, когда пытались объявить импичмент главе государства, и было для этого и нужное количество подписей, все было, но тогда вмешались россияне, дали какие-то свои гарантии, вот как я эту историю вижу, и в итоге нас всех, просто нас и депутатов обманули. Вы знаете, все было гораздо проще. Когда номенклатура почувствовала, что она, в общем-то, едина, то есть, все же старые люди, все контачили, все были там у власти, там, либо партийной, либо государственной, либо местной, так, они поступили очень просто. Подписи на импичмент было собрано, по-моему, 76, задобрили колеблющихся семь человек, и подписей не хватило. Участники этого мероприятия, Шарецкий, который выдал список, Тихини, Валерий Гурьевич, Валерий Гурьевич, который сообщил об этом, и всех этих задобрили, и сорвался. то, что они приехали, что приехали, значит, вот, это да, это тоже своего рода, но если бы список был полным, они противостоять этому не смогли. Ну, конституционному судье же передали нужное количество подписей, то есть, он должен был эту процедуру начать. Он выяснять начал вселенной. А он не должен был это делать. Мы дали документы. Это вы так считаете. Да, должен был. А ему было так неудобно считать. Понимаете, он считал, что он тоже пригретый человек. Валерий Гурьевич, Тихиня, профессор, я его знал хорошо по университету, очень, мне казалось, достойный, порядочный человек, но, видимо, здесь слабина его коснулась. Это лучше унес. Забоялись некоторые у нас депутаты. Но я, насколько эту ситуацию вот разбирал для себя, я в интернете смотрел документы. Все-таки по итогу заключили такое трехстороннее соглашение. Когда, значит, Российская Федерация тогда Черномырдин представлял у Ельцина, сердце болело, президент действующий и депутаты, они, по-моему, представители Верховного Совета тогда был, подписали втроем документ, что не будут все-таки Конституцию вот так вот менять. То есть, это сделает все-таки парламент, то есть, какие-то там были такое соглашение. И, соответственно, процедуру импичмента тогда отменят, но почему-то потом вот это вот надавили на депутатов, на вот эти. Это могло быть и не быть. А то, что не было 70 подписей в итоге такой длительной работы, это факт. А этого достаточно, чтобы отменить этот импичмент. Вот эти люди тогда побоялись за себя и в итоге мы теперь все боимся за нашу страну и нас 9 миллионов боятся. Получается, Ну, так получается. Да, они, в общем-то, были нестойкими. Я вам скажу, предательство вообще. Ну, вот, вы возьмите, допустим, главного пожарника, главного милиционера Гриба в свое время, генерал. Мы с ним ездили и отстаивали нейтралитет Беларуси. У нас в Конституции было записано, Беларусь стремится к нейтральности. Значит, я не подписывал, там, ОДКБ иначе назывался договор, и Гриб меня поддерживал как председатель комиссии по национальной безопасности. Но потом, когда мы собрались это обсуждать на Верховном Совете, он вышел на трибуну и сказал, что он против того, что я не подписал, что он за то, чтобы, я говорю, вы же, вы же, говорю, совершенно иной точки зрения, вы придерживаете меня. А у меня комиссия по национальной безопасности решила, что это неправильно. Я говорю, а у вас свое мнение-то есть хотя бы как? А я на этот вопрос не должен отвечать. Это на трибуне публично было известно. Понимаете, если генерал-предатель, то вы меня, простите, ну, майору... Шесть-семь человек тогда испугались за своей жизни, семьи, и сейчас десятки тысяч. За работу за свою, да? Испугались. За экономические свои какие-то... Испугались за свой статус, скажем, но не за жизни. Там, пугать жизнью... А сейчас многие за жизни боятся. Почему? Ну, как... У нас же было сколько историй, люди пропадали. Ну, пропали же самые харизматичные политики, которые могли... Захаренко, я считаю... Сидорфик, кстати, как пропал с небосклонного? Ваше мнение. Вы, наверное, тоже видели. Он набирал популярность, потом раз он перед выборами пропал. Ну, в смысле? С поста премьер-министра. Не знаю так... Не следили, не заметили. Да, не заметил, да. Белорусам все-таки, что нужно... Которые нас смотрят? Что им нужно сказать, чтобы мы все-таки жили уже в этой стране для жизни хотя бы в ближайшие там 5-10 лет. Я могу сказать только одно. Как бы ни было трудно, надо соблюдать достоинства человеческие. Это известно, что это такое. Так вот, пока мы... Когда мы перестанем забывать о достоинстве, мы сейчас забываем о нем. Я думаю, наши дела исправятся. Две вещи, может, или одна, или три, о которых вы жалеете, если была машина времени, вернулись бы и поменяли. Есть что-то такое? Нет, вы знаете, я мог себя иначе вести, если бы я был опытным. Но я жалею только одно, что я не догадался, что моим врагом, а не другом, был Кебич, что моим врагом были еще некоторые люди, имена которых не хочу называть, это спорные врагами. Вот. Я рассчитывал на то, что достоинство победит. Я поторопелся. Для сохранения власти любые методы пригодны. на тот путь, на который встал наш режим, то есть физическое уничтожение Захаренко в первую очередь, Гончара, вот, ну и других, это чуждо моему пониманию и чуждо человечестве. Беларусь должна все-таки повернуться ближе в сторону Европы или все-таки мы должны за руку с Россией или быть самостоятельным, там, насколько это возможно маленькому государству? Вы знаете, самое интересное, что этот вопрос был предметом серьезнейшего обсуждения у нас в Верховном Совете и потом. Дело вот какого рода. Беларусь либо на востоке, либо на западе Беларуси будет тектоническим словом в политическом смысле. Потому что, если мы будем теплы с Россией, значит, естественно, это противоречит подходу Европы. Поэтому мы вырабатывали такой слов, что Беларусь должна быть нейтральной страной. Временный нейтралитет был у многих стран. Ну, например, у Австрии наиболее красивый и наиболее хороший. Временный нейтралитет был и в Финляндии. Понимаете? Вот. Это уместно было бы, что мы одинаково тепло воспринимаем одних и других. И постепенно люди наши, имея свободу общения туда и сюда, выработают подход в подавляющем большинстве. Куда лучше идти? Вот. И можем быть и нейтральными. Насколько это возможно в такой маленькой стране на стыке? Ну, а Швейзария разве большая страна? Ну, там все по-другому. Там банки, деньги, история. Тогда без банков и денег. Там природные просто условия, анклавы были такие. Ну, понимаете, это же возможно. Австрия, совсем другой пример, тоже это возможно. Но еще и здесь это возможно. То есть, вы считаете, все-таки по ядерному оружию варианта не было, да? Я считаю, что был правильный вариант от него отказаться. Я тоже так считаю. И дело в том, что поначалу мы ведь никакой компенсации не получали, не претендовали, но в итоге мы получили 50 миллионов на то, чтобы мы это дело закончили. Это был мой визит в Штаты. И там, ну, я много уже раз рассказывал о том, что мы не подпадали под закон Лугар-Анана. Там 400 миллионов долларов было на уменьшение территорий, занятых ядерным оружием. И это надо было убеждать тех, агитировать, избавиться. И на это были 400 миллионов. И я Лугар-Анана, которые были в Минске, сказал, что наши юристы посмотрели ваш закон. Вы нам не можете помочь. Говорю, что же вы делаете? Говорю, мы сами избавились, а вы других принуждаете вашими деньгами. А наши юристы видят, что по вашему закону нам помочь нельзя. Лугар посмотрел, он, кстати, умер. Меньше года назад посмотрел на часы и говорит, так, вот сейчас 11 часов, 12 часов. Вот мои юристы, которые этот закон придумывали. Завтра в 11 часов они должны дать бумагу, дать решение, как по этому закону можно помочь вам. В итоге мы получили 59 миллионов долларов. Так что не так и плохо. У нас сложилась ситуация, что в Минске 2-3 белорусском умных школах всего. Почему вот такая ситуация с белорусским языком происходит? Почему белорусы практически вообще не говорят на белорусском языке? И что делать? Нужно что-то менять или нет? нужно, если государственной политики возрождения языка не будет, будет очень плохо, еще хуже, чем есть. Мы живем все время Лукашенковское в условиях принудительной русификации. Дело в том, что все это, Белая Русь и прочие такие вот, и идеолог оттуда, кстати, происходит. Это структуры, которые навязывают ну то, что не свойственно классическим понятиям демократии. Понимаете, вот мы не хотим быть партией, мы и так находимся у власти. Простите, если вы находитесь у власти, значит, вы добиваетесь власти. Власти это объявляют политические партии. Никакая общественная организация не имеет права выдвигать там своих представителей во власть и так далее, и так далее. Это грубейшее нарушение вот элементарного демократического подхода. Это повсеместно. И все это делает, восхваляется русский мир. В общем, Россия вкладывает большие деньги, чтобы здесь была принудительная русификация. Хотя это называется по-иному. Понимаете? У нас пророссийский президент сейчас? Конечно, он иначе быть не может. Некоторые говорят, он просто пролукашенковский. Нет, вы знаете, наверное, пролукашенковский в смысле умственного развития. А так, великолепно. И он не может не выполнить указания Путина. Но он будет долго изображать, что он его не выполняет. Но он обязательно выполнит его. То есть язык нужно возрождать? Языка должно быть как минимум 50%? Не должно быть принудительности. Вы понимаете? У нас еще большая сложность. У нас в Верховном Совете 12-го созыва было 60 ветеранов избрано. Они не избирались так вот. И вот были очень заслуженные люди, которые с оружием в руках боролись с фашизмом и так далее. Мне очень нравился депутат Качан. Вы понимаете? Мы с ними говорили это. И вот когда я начал выступать по-белорусски, он встает и говорит, Станислав Станиславович, ну говорите, пожалуйста, на нормальном языке. Ну так и президент иногда говорил. Понимаете? Так вот, так вот, это вот непонимание того, что нет этого великого советского народа, а есть, в общем-то, белорусы и русские, и что у нас 70% белорусов в Беларуси, а остальные там 15 русские и еще 15 еще всякие иные. Вот этого он не знал. потому что это то, что должно быть азами обществоведения, вот, которые, или, допустим, азами политучебы, которая была в армии, вот этого там не было. Понимаете? Этой правды там не было. Поэтому вот в этом извращенном мире, который продолжает извращаться еще более сильно благодаря усилиям таких неуков, как наш президент, я повторяю, неуков в политическом смысле, которые руководствуются одним только желанием укрепления власти, трудно достойные принципы возрождать. У нас многие родители хотят отдать своих детей в белорусскомовные школы, но просто их нет вообще. Их нет, и это большая проблема. Ну, если бы они были очень требовательны и могли объединиться, но у них будут сложности жизненные с работой и прочее, прочее. Поэтому они мирятся с тем, что есть. Многие наши гости высказывают такое свое мнение относительно того, что произойдет с Белоруссией дальше с точки зрения Российской Федерации. Вот получается, Российская Федерация сейчас имеет проблемы с Украиной, назовем это так, проблемы, и если сейчас в Беларуси придет, допустим, пофантазируем, какой-то независимый кандидат, независимый президент, то Российская Федерация потеряет еще и Беларусь. А тогда Путин автоматически потеряет и Россию, потому что ему уже все эти минусы приклеят, и люди просто реально выйдут на улицу. То есть, украинцы нам уже враги, скажут, белорусы теперь тоже нам не братья. То есть, что за дела? Владимир Владимирович, что-то вы наделали делом здесь? Не кажется? Совершенно ясно, что Путин, он не поднялся до уровня государственного управления нормального. Он происходит из хулиганства мелкого Санкт-Петербургского или Ленинградского. Он умеет работать с людьми, поскольку был резидентом советской разведки на таком уровне был в Германии. Он знает язык, то есть, он достаточно образованный человек, но не глубоко образованный. И вот он считал, что что может объединить российский народ, что может объединить? Небольшая победа, и это действительно так. Крым. Да, вот Крым и объединил. Понимаете, в чем дело? Совершенно нарушил международное право. Там эта игра с референдумом, это же ну, любому вижу ясно, то же самое, что было с Прибалтийскими республиками. Так может он и такой референдум и у нас проведет? Он может, при этом президенте может провести. И это будет изворачиваться всякими правдами и неправдами Лукашенко. Он будет обещать многое и прочее, прочее. Он хочет еще раз избраться. И это же ясно, что сейчас происходит. Ну, видели, что в Москве сейчас люди на улицу выходят только на счет Мосгордумы. А если это будет вопрос президентских выборов, я думаю, что могут выйти во всех городах. Вы знаете, это, во-первых, еще не скоро будет. Во-вторых, там же Дума, она принимала такие решения, о которых стыдно вспомнить. Ведь, понимаете, Дума ведь приняла решение о денонсации Беловежского соглашения. А потом, когда задумались, как надо все менять, чтобы его, значит, это самое денонсация, что союз не признать распад. Они признали это решение неполитическим, вернее, каким-то политическим, но незаконодательным. То есть, мол, это символ того, что мы считаем, что это неправильно было сделано, и вот, что это неправильно подписала эта тройка, но вводить в законодательство этого не будем. И не вводили в законодательство. Понимаете, если такие курьезные решения могут быть в стране, это... Они принимают какие угодно нарушения конститута. Это как бы плакатное решение, а по существу все остается как было. Так вот, эта питерская тусовка, назовем ее так, она разве позволит здесь нам какому-то кандидату появиться, не пророссийскому? Это же для них потеря целого региона, это уже прям серьезный будет, серьезный удар будет. Если здесь будет такая безликость и не смогут объединиться, чтобы выдвинуть одну достойную кандидатуру в президенты, будет плохо. То есть, еще будем ждать. Так тут особо некому объединяться. То есть, за вот этими оппозиционными партиями мало очень людей стоит. Белорусы в основном не интересуются ни политикой, ни экономикой, ничего не хотят, ждут какого-то героя, чтобы оно само все произошло. Ну, как они появятся? Ну, будем ждать героя. Понимаете, должен быть герой. Откуда он возьмется? В некой мере у нас Статкевич был героем. Но, понимаете, ведь решили, если объединиться, то тогда всеми доступными средствами будет владеть в основном Статкевич, если он объединится вокруг него. Я был сторонником, чтобы вокруг него объединиться. Ну, что вы? У нас и фронт, и объединенная гражданская партия, и там все другие партии, не партии, кто фронта нет, они самостоятельно будут бороться. Ну, таки доборолись. Станислав Станиславович, хочу поблагодарить вас за этот откровенный разговор. Я лично для себя узнал много нового. Надеюсь, и белорусы, которые нас будут смотреть, тоже узнали много нового, и поняли, что надо бороться за свои права, и отстаивать свои интересы, а не быть такими обаяками. спасибо вам большое. Пока одни белорусы ждут чуда, другие белорусы борются за свои права. Пока одни греются на пляже, другие подписываются на телеграм-канал Страна для жизни, чтобы быть в курсе того, что нужно изменить, чтобы реально жить в стране для жизни. Подпишитесь и вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова